Всем добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на уже традиционном эфире с онкологом. Действительно, сейчас в условиях пандемии, в условиях, когда пациенты очень боятся выходить из дома лишний раз и идти в поликлинику, сидеть в очередях – это очень хорошая площадка для того, чтобы задать свои вопросы специалистам, действительно специалистам высокого уровня. И сегодня мы поговорим о раке желудка. И я хотела бы вам представить замечательного хирурга, онколога, коллапрактолога, заведующим отделением хирургии Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, профессора кафедры хирургии факультетов фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, Михаила Андреевича Агапова. Но помимо того, что это с бригалием очень известный доктор, он еще и симпатичный очень мужчина. Засмущали меня. Спасибо. Добрый вечер. И от пациентского сообщества я бы хотела представить тоже известного в пациентском сообществе человека. Это Никита Олегович Полуда. Он сам онкопациент и своим примером помогает в своей деятельности, помогает таким же пациентам, которые столкнулись с раком желудка и создателем портала онкодиеты. И он сегодня тоже подготовил вопросы от пациентов, которые общаются у него в чате. Но начнем мы, наверное, с такой вводной части. И у меня вопрос к Михаилу Андреевичу первый. Все-таки каковы причины рака желудка? И как часто встречается рак желудка? Вы знаете, когда мы говорим о частоте встречаемости заболевания, это самый нелюбимый вопрос для студентов, потому что это эпидемиология, это то, что мы быстро пролистываем в книжке, в монографии, в статье, мы даже на это не обращаем внимания. А вот следующий вопрос, который вы задали, это из-за чего? Это тот вопрос, на который в каждой книжке написано вот столечко. Потому что частота известна, эпидемиологические исследования существуют, а вот из-за чего это все развивается, по-прежнему нам непонятно. Но я отвечу вам так, насколько позволяет настоящая нынешняя наука. В отношении частоты встречаемости, то, наверное, рак желудка – это та нозология, которая в последнее время нас радует своими эпидемиологическими отчетами, потому что частота встречаемости начинает снижаться. И эту тенденцию мы наблюдаем в последние 10-15 лет. Если раньше рак желудка находился на четвертом месте у мужчин, на пятом месте у женщин, то сейчас цифры меняются. Я не могу вам сказать, что катастрофы 2020 года не существуют еще этих данных, но судя по общению с коллегами, то, что мы видим, это действительно так. Мы видим, что таких пациентов становится все меньше и меньше. Проблема в том, что пациенты по-прежнему появляются у нас уже на достаточно запущенной стадии заболевания. То есть это не какая-то заставка появилась. Нет, ничего. На запущенной стадии заболевания. То есть по-прежнему отсутствие ранней диагностики – вот это является, наверное, основной проблемой. Тем не менее, в европейских странах, в европейской популяции, в Соединенных Штатах Америки наблюдается та же тенденция по снижению частоты встречаемых раков. Может быть, это связано с изменением характера питания, может быть, с чем-то еще. В общем, во всяком случае, сейчас точного ответа на этот вопрос нет. В отношении причин, которые вызывает рако-желудка, то есть список можно продолжать очень-очень долго. И все они будут со знаком вопроса по-прежнему. Вирусы. Вопрос. Геликобактер пилори. Да, мы знаем этот микроб. Насколько он сильно влияет на развитие язвенной болезни желудка. За это когда-то была получена Нобелевская премия. Появилась целая схема лечения, эрадикационная терапия, которая уничтожает этот геликобактер пилори. В отношении развития рака желудка вопрос. Атрофический гастрит – это вот та ситуация, которая очень имеет высокие шансы к последующему развитию рака желудка. Вот это совершенно точно доказано. Характер питания, употребление горячей пищи, физическое и химическое неищажение пищеварительного тракта, острой, избыточно соленой пищи. То есть то, что мы видим в азиатской популяции, мы знаем, что Северная Корея, Южная Корея, Япония – это страны-лидеры по раку желудка. Там заболеваемость рака желудка – это первые места. В общем, онкологической заболеваемости. Наследственные факторы, безусловно, имеют место, но провести лимфические исследования и сказать, что у вас есть такой-то набор генов, и значит, у вас велика вероятность. К сожалению, мы тоже сейчас не можем. Для этого должны быть проведены большие популяционные исследования, которые стоят очень дорого, и в настоящий период времени они проводятся, то они еще не завершены. Раньше считалось, что язвенная болезнь желудка является фактором риска развития рака желудка. В настоящий период времени эти данные также пересмотрены, и вовсе не у каждого пациента с язвенной болезнью, с язвой желудка в последующем развивается рак, но, тем не менее, это, безусловно, фактор риска. Таким образом, мы можем сказать, что явных причин, 100%, мы не знаем, но мы знаем те факторы риска, которые есть. Неправильное питание, употребление острой соленой пищи, курение. Курение – это тот фактор, который вы можете найти на первом, на втором месте, какую бы онкологическую нозологию вы ни открыли, поджелудочная железа, молочная железа, желудок, толстая кишка, курение, везде будет. Это как минимум, по-моему, около 16 или 18 нозологий онкологических, в которых табак, курение уже совершенно точно доказано. Вот, наверное, если вкратце, то я могу вам сказать. Отлично, спасибо. Ну, понятно, что про наследственность говорить непонятно, говорить или не говорить, а как вообще проявляется рак желудка и на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы вовремя попасть к врачу, потому что мы все знаем, что рак на ранней стадии, он вылечивается, а если попадать на последний, то путь лечения будет уже совершенно другой. На что обращать внимание? Путь лечения действительно другой, это абсолютно верно, но сразу же для всех пациентов, которые смотрят нас, я хочу сказать о том, что стадия, безусловно, является фактором риска плохого прогноза, чем выше стадия, тем хуже прогноз, но это не является приговором. Любая стадия при раке желудка является, ну, то есть вылечиться возможно, это небольшое такое отступление. Ольга, а про что напомните? На что обращать внимание? На что обращать, да, симптомы. Чтобы вовремя попасть… Проблема опухолей желудочно-кишечного тракта в том, что чаще всего они являются бессимптомными, и поэтому, когда у пациента появляются первые симптомы, очень часто это уже запущенная стадия. Но тем не менее, это боли верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это появление отрыжки, изжоги, это изменение вкусовых пристрастий, это один из таких характерных симптомов. То есть если пациент раньше, допустим, был мясоедом, то у него появляется отращение к мясной пище, вообще не хочется понимать. Это вот, в принципе, пропадает аппетит. То есть раньше пациент нормально все питался, а сейчас он, помимо того, что появляется отращение каких-то определенных видов пищи, вообще с ним снижается аппетит. Есть такие так называемые малые признаки рака, которые характерны для большого количества пухолей желудочно-кишечного тракта. Это быстрая утомляемость, анемия, похудание, потеря массы тела, появление температуры беспричинной, там субфибрильной 37,2-37,3. Это все заставляет задуматься. Очень часто опухоли плутка могут манифестировать в желудочно-кишечных кровотечениях. Появляются признаки кровотечения, возникает эрозия этой опухоли, возникают признаки кровотечения. Они могут быть явными, то есть когда возникает тошнота, рвота, сгустками крови и так далее. Либо же это может быть изменение характера стула. Становится черным. Появление черного стула свидетельствует о том, что где-то в желудочно-кишечном тракте есть кровотечение, так называемой милены. Это тоже нужно обращать. Если появляются эти симптомы, что делать пациенту? Куда ему бежать? Сразу к онкологу? Либо нужно идти к терапевту? Какие исследования нужно пройти? С чем нужно прийти к терапевту? Куда терапевт должен направить пациента для того, чтобы диагностировать? Какую-то первичную диагностику провести? Эти алгоритмы, мне кажется, практикны и понятны. Первично пациент обращается к терапевту либо к хирургу по месту жительства, подсказывая там о своих проблемах. И дальше врач должен принять решение о каком-то минимальном обследовании. Безусловно, это будет клинический минимум, то есть назначает общий анализ крови, биохимия и так далее. И гастроскопия в зибрюшной полости. Гастроскопия – это метод скрининга, это метод самый простой и быстрой верификации рака желудка. Во-первых, у нас будет визуализация, мы увидим на гастроскопии картинку, увидим опухоль. Кроме того, обязательно врач, который проводит эндоскопические исследования, отщипнет кусочек опухоли и отправит на гистологическое исследование. То есть это может быть доброкачественное образование, либо же это будет злокачественное образование. Об этом нам уже ответит патоморфологическое исследование. Когда все эти данные уже придут к терапевту, к тому доктору, к которому обратился пациент, они будут переданы для консультации онколога. И онколог уже будет определять, будет означать дополнительное обследование и определять тактику лечения данного образования. Чаще всего это выглядит таким образом. Тогда расскажите, вот поставлен диагноз рака желудка, какой метод лечения самый лучший? Я так понимаю, что несколько же вариантов лечения есть, и это зависит, наверное, от состояния пациента, или от чего это зависит, и какие варианты лечения вообще существуют, на что соглашаться, на что категорически не соглашаться. Ну, надо врачам верить. Если они говорят, то нужно соглашаться. Начнем с этого. В отношении пациентов онкологических не принимается решение единоличным врачами. То есть врач поликлиники, стационар и так далее, когда он видит пациента, он не может принять один это решение. Как дальше быть пациентом? Химиотерапия, ручевая терапия, химиотерапия, операция, какая операция. Всегда эти решения принимаются консилиумом врачей. Это так называемая мультисциплинарная команда, специалист. Эта команда есть в любой линии, которая занимается онкологией настоящей публики. Именно это закреплено заказами, нормативными документами. То есть так должно быть, и так уже, к счастью, для нас есть. В эту команду входит онколог, хирург, радиолог, химиотерапевт, лучевые диагностики. Вот они должны просмотреть все исследования, которые принес пациент, посмотреть на пациента и определить тактику. Значит, для того, чтобы нам понять, как дальше поступить с этим пациентом, нам нужно ответить на несколько вопросов. В первую очередь, нам нужно понять стадию заболевания. Ну, помимо локомпетации и так далее, нам нужно понять, как стадия складывается из трех букв. Первая буква Т в онкологии это Т, тумор, означает опухоль. Мы должны понять, насколько эта опухоль инвазирует, прорастает в стенку желудка и прорастает ли она в соседние органы и поставит цифру после этой буквы. То есть, либо это Т-ин-ситу, когда маленькая совершенно опухоль, локализованная в слизистой, подслизистой оболочке. Это тот случай раннего выявления онкологии, который крайне редко встречается в нашей стране. Либо же это более глубокая инвазия в стенку желудка, это мышечная пластинка, ну и дальше выход уже за пределы желудка. Как ответить на этот вопрос? Нам необходимо сделать исследование. Либо же это КТ с контрастом, либо МРТ, либо то исследование, которое сейчас все более широко начинает применяться, это ЭНДУЗИ. Чувствительность и специфичность ЭНДУЗИ и не только в буковке Т, про которую мы сейчас говорим, но и в следующем букве, это буква Н, НОДУС, то есть определение количества пораженных лимфоузлов. Вы понимаете, что мы делаем КТ пациенту и видим перегастральные лимфоузлы, то есть лимфоузлы, которые располагаются вокруг желудка, может быть, мы видим узлы гепатоблуднальной связки, то есть мы предполагаем, что именно в эти лимфоузлы происходит метастазирование. И дальше нам нужно понять, поражены они или нет. Каким образом? Ведь мы не видим клетки, из которых они состоят. Поэтому существуют косвенные признаки лечения их размера, накопления контраста, потеря формы, но все равно это косвенные признаки, о котором мы будем судить в последующем. То есть куковку Т в инвазии относительно просто, учитывая арсенал тех методов, которые он существует, определить. Вот с лимфатическими узлами здесь сложнее. Тем не менее, сказал, потому что НДУС здесь сейчас сталкивает, и во всех клиниках какие-то исследования, но я думаю, что это, как КТ раньше был один, весь город, потом аппаратов КТ становится все больше, 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 становится рутинной, будет практику и все больше используется. Лимфатический. Да. И следующая категория, очень важная для нас, это М, отдаленный метастаз. Здесь два варианта, либо М0, когда их нет, либо М1, когда есть отдаленный метастаз. Для рака желудка это чаще всего печень, ну, в общем, разные варианты, паритальные брюшины и так далее. И вот когда же у нас есть полная картина по постарированию заболевания, нам нужен пациент, и мы должны взвесить его соматический статус, насколько он позволяет ему перевести тот объем лечения, который мы будем рекомендовать. Лечение рака желудка это комбинированная тирка. Здесь есть место и химиотерапии, есть место лучевой терапии и, безусловно, хирургия. Хирургия является основным стандартом лечения рака желудка, то есть без хирургического вмешательства говорить о радикальном лечении рака желудка невозможно. В отношении химии лучевой терапии существуют два варианта проведения ее. Это неоадювантная химиотерапия, то есть до операции, когда она проводится, и адувантной химиотерапии, то есть когда она проводится после рака. При раке желудка, если мы говорим о ранних раках, то возможно лечение изначально без неоадювантной химиотерапии. То есть возможно перейти сразу к химическому лечению. Причем, если это рак инси, то, как мы говорили, маленькая-маленькая опухоль, ограниченная слизистой оболочкой, то вообще это лечение можно провести эндоскопически. То есть гастроскопия только чуть-чуть сложнее. Выполняется подслистая одесенция, опухоль убирается. Все, мониторинг последующим, отлично, пациента спасли. Больше опухоли, здесь мы, конечно, рассматриваем более агрессивные методы воздействия. Это либо открытая хирургия, либо лапароскопическая хирургия. И вот лапароскопическая хирургия, вы спрашиваете меня о самом лучшем лечении, самое лучшее лечение не могу сказать. Это, знаете, очень сложно, такой тренд общемировой на мини-инвазивность. То есть, что это значит лапароскопическая хирургия? Когда операция выполняется под контролем эндоскопа, через маленькие проколы входятся манипуляторы и выполняется тот же самый объем, что и при открытой операции, но через небольшие эти отверстия. Это позволяет пациенту, то есть объем не меняется, суть лечения не меняется, но это позволяет пациенту более качественно и быстро реабилитироваться после операции. То есть реабилитация таких пациентов быстрее достигается. В отношении химиотерапии здесь постоянно появляются новые препараты, новые схемы. Проводители неодевантной химиотерапии есть разные школы, есть российские стандарты, есть западноевропейские, есть американские, есть японские и там много спорных моментов. но общие, общие, так скажем, канву, которые я могу сказать, при больших опухолях, при местно распространенных опухолях желудка, считается, что изначально лучше начинать с химиотерапии, мы видим, потом делаем контрольные исследования, видим, что объем опухоли уменьшился, это очень классно, если так, значит, опухолиат реагировал на химиотерапию и после этого мы проводим оперативное мишель. После этого патоморковые изучают препарат, смотрят, что произошло, как уменьшилось опухоль, какие импоузлы, сколько их поражено, какие коллекторы, и после этого уже решается вопрос о дальнейшем проведении, нужно ли проводить дальше химиотерапию или не нужно. Вот, если очень быстро, то так. Существуют новые конечно тренды и терапатические и другие ракы желудка, когда робот ассистированных называемые Довинчи, которые делает, ну, хирург, управляющий консолью Довинчи, конечно же, делает монопортовая хирургия рака желудка, но суть глобальная это открытая хирургия и опроскопическая мини-назимная хирургия. Вопрос такой, очень часто пациенты, когда к нам обращаются, спрашивают про лечение за границей и намерены поехать на лечение за границей. Вообще, чем лечение в нашей стране рака желудка отличается от лечения во всем мире? Я думаю, что, знаете, это, наверное, самый непростой вопрос с точки зрения понимания пациента, как он видит эту ситуацию, как ее видим мы. В принципе, мы руководствуемся теми же стандартами лечения, что и наши заграничные коллеги. Мы читаем одни и те же статьи, мы делаем одни и те же операции, и это все можно очень легко посмотреть в Ютубе, там, которые мы выкладываем свои операции, что в Японии, что в Германии, что в Южной Корее, примерно одно и то же. Системы, наши системы, безусловно, отличаются, но я думаю, что цель нашей встречи не обсуждение системы здравоохранения, а как конкретно помочь пациенту. Понимаете, я могу вспомнить такую историю, как раз я был на стажировке по раку желудка, проблодическое лечение рака желудка, это проходило в Сеуле, и вот оттуда я возвращался на самолете и спросили, есть ли врачи на борту. Небольшое такое вирическое отступление пациенту, не пациенту, ребенку, я не помню, сколько там, девяти, что ли, это стало плохо. У него поднялась температура, это еще было до ковидной. Поднялась температура тридцать девять, нужно было принимать решение, нужно было посмотреть и принять решение, то ли экстренную посадку совершать, то ли можно долететь. И вот я пришел, и так говорящий мальчик летел со своей мамой, они летели из Сеула и постоянно проживают на Южной Корее. Летели они в Россию, как раз в Москву, в Морозовскую больницу на консультацию. Вот мы общались с мальчиком, с мамой, выясняли, как поняли, что долетим, что все будет хорошо, что это просто РЛИ, первое проявление. И вот я спросил у мамы, которая имеет опыт лечения в Южной Корее, и скажите мне с точки зрения пациента, как вам медицина и система здравоохранения Южной Кореи? Я вам сказал, хуже, сколько в Америке. Это вот фраза, которую ты совершенно точно не ожидаешь. И если погружаться вглубь этой ситуации, то она выглядит следующим образом. Вы знаете, за столько времени, сколько лечат моего ребенка в Южной Корее, до него дотронулись один раз. Один раз. Когда ты заходишь, они тебе рекомендуют какие-то исследования. Ты делаешь эти исследования, может быть, миллионы, они, конечно, классные. Они дают, наверное, все распоряжение, но именно вот моим сыном, по большому счету, скорее всего, никто не интересовался. В Соединенных Штатах Америки там другая ситуация. Там нужно ждать согласование с страховой компанией, все это дорого, вот это входит, вот это не входит, и вас могут лечить одной таблеткой в течение двух месяцев. Такие случаи, мы тоже знаем, антибиотик принимал пациента месяц, потому что ему не согласовывала страховая компания повторный визит. Поэтому наша система, несмотря на критические замечания, безусловно, она несовершенна, но изначально советская модель была выстроена как нельзя лучше именно для пациента, для конечного потребителя. наши сограждане очень часто пытаются получить адекватное лечение за границей, но самое главное, что они должны понимать четко, что там они представляют собой пациентов, не пациентов, а дополнительных заработок для клиники. То есть Германия, Израиль, про какую бы страну мы сами ни говорили, врачи этой страны отвечают перед государством за лечение граждан этого государства. То есть в Германии мы отвечаем вот за германцев, мы должны лечить за немцев, извините, мы должны лечить так-то, так-то, мы отчитываемся, отдаем результаты и оказываем какую-то эффективность. В отношении иностранных граждан не нужно никому ничего отдавать эти данные. Вы понимаете о чем я говорю? Отношение к вам будет как к источнику дополнительного заработка. Я не говорю, что там врачи плохие, там очень классные специалисты, но вы являетесь гражданами другой страны. Это не значит, что к вам будет другое отношение. Просто граждан другой страны, если нам нужно проводить какие-то исследования, то вот если там проводятся какие-то исследования, то чаще всего будут рассматривать иностранных граждан как в наключении их исследований. Вот так. А в целом уровень препарата, техника одинаковый. Наша операционная ничем не отличается от операционной в Германии, в Израиле, Южной Корее. Оснащение, мне кажется, в этом плане у нас хорошо. Ну да, с врачами у нас все хорошо, единственное, у нас с коммуникацией между врачом и пациентом не очень хорошо. Иногда пациент действительно не понимает, куда ему идти, как, зачем ему идти, что ему делать дальше. Например, сегодня мне позвонила пациентка про дминистр раком желудка и сказала, вы знаете, я была на приеме у химиотерапевта, вот я получила прописку в Москве, мне сегодня позвонили с госуслуг, а как мне обратно попасть к нему на прием? То есть человек был на приеме у врача и так, к сожалению, и не понял или не запомнил, потому что люди, когда узнают о своем заболевании, находятся в стрессе, они действительно теряют часть информации и я думаю, что Никита Олегович не удаст мне соврать, что пациентские сообщества как раз и маршрутизируют и помогают этим пациентам, советам, куда лучше обратиться. Мы уже внутри себя знаем врачей-звездочек, которые действительно помогают пациентам, они просто относятся к ним как к рабочему материалу отработал и пошел дальше. И, честно говоря, хотела вам задать следующий вопрос, как живут пациенты безжелудком, но я думаю, что на этот вопрос ответит Никита Олегович, да, и задаст те вопросы, которые интересуют пациентов с этой болезнью. Поэтому вам слово. Ну, что я могу сказать-то, живут все по-разному, потому что все организмы разные, вот, например, у меня практически идут любые продукты, я не заморачиваюсь с едой, потому что я ем все, то есть у меня все хорошо, но есть у многих проблемы там с молочными продуктами, кто-то мясо перестает есть, кто-то овощи вообще не переносит, у всех все по-разному, к сожалению, это индивидуально у каждого человека, как и не может быть диеты, я много раз об этом говорил, что диетой так каковой конкретно, надо под каждого человека конкретно писать диету по-хорошему, то есть врачи должны, то есть я могу так вот, например, как общие рекомендации по питанию у меня получаются, то есть как общий стол, а вот конкретно что-то кому-то посоветовать, что можно есть, что нет, но это общее, вот так вот, наверное, вот, и вот самое главное, у меня вот в группе много вопросов возникает, это именно по нутритивному питанию, что люди не знают, как их принимать, вот даже вот сейчас даже зачитаю вопрос по поводу питания, так, 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 вот потерял я его, но, а вот, диагноз Т3Н1М0, три химии до операции и одна после резекции, химия по схеме флот, принимаем ресурс оптима, придерживаемся диет, все до июня 2020 условно поправку, и вдруг началась неусвояемость, неусыпность, белка, белка, куда уходит белок, к кому можно обратиться, в какую клинику, то есть, вот такие вот вопросы, то есть, потом, многие не понимают, как принимать, что, точнее, интуитивное питание, это не блажь врачей, что, не просто вкусный коктейль, какой-то, с минералами, витаминами, а это медицинское питание, что оно необходимо, тоже многие не понимают, но не идет, он приторного вкуса, ответ, просто перестает пить его, не задумываясь о том, что энергетическое, белковое, недостаточно сможет наступить у пациента. Прокомментировать, если позволите? Да, конечно. По поводу первого, обращения пациента, теряет белок, ну, это, знаете, не совсем понятно, на основании чего говорит этот пациент, то ли он похудел, то ли речь идет о кофиксии, то ли анализы сдавали ему, и пациент видел, что альбумин снижается, здесь нужно с этим, условно, разбираться, но у пациентов, перенесших оперативное вмешательство по поводу рака желудка, первое, о чем мы должны думать, если снижается, если пациент худеет, значит, на все было хорошо, как вы говорите, пациент начинает худеть, снижается с выручной альбумин, мы должны в первую очередь задуматься о рецидиве заболевания, и, соответственно, здесь должны быть пациенты, которые получили лечение по поводу рака желудка, пациенты, находящиеся на активном мониторинге, то есть пациенту должна быть программа мониторинга, он должен знать, что через три месяца он делает гастро-КТ, что он делает через шесть месяцев, через девять месяцев, через двенадцать, потом через восемнадцать месяцев, потом через два года и так далее. То есть вот все нужно действовать в отношении... действия должны быть построены в соответствии с этими алгоритмами. Отступление от них является очень неправильным, поэтому обратиться нужно к хирургу, онкологу по месту живительства и пройти обследование нужно. Как минимум надо сделать гастроскопию КТ органов брюшной полости и понять, нет ли там возврата заболевания. В отношении того, что говорите вы в плане диеты, я бы, если планировать эти данные, то я бы сказал так, что вы представьте себе, что пациент выполняет какое-то резекционное вмешательство. Либо удаляется часть желудка, либо удаляется полностью желудок. Это в сто процентов приведет к колоссальным изменениям вообще во всей пищеварительной системе желудочно-пишечного тракта. Это отключает двенадцатиперстную кишку, в ней нет уже больше пассажа. Но при этом в двенадцатиперстную кишку открываются желчные протоки и панкреатические, то есть панкреатические секреты активизируются. При этом раздражение двенадцатиперстной кишки уже больше нет. Это первое. Вообще желудок, его нет, функций желудка нет. Вот этого резервуара, в котором соляная кислота, первичная обработка пищи. И со временем все это начинает компенсироваться за счет запуска внутренних резервов, если так можно сказать. И вот дальше будут разные варианты. Первый вариант, когда все замечательно и хорошо, как вот эти вы, и это классно, что это так. Либо же возникают нарушения, для которых есть субстрат, органические изменения. Это чаще всего рубцовые, фептические там структуры, анастомоз, анастомоз, это соединение для наших пациентов между частью желудка, либо между пищеводом и тонкой кишкой, и нарушение происходит. Либо спаечная болезнь, когда в результате операции развиваются спайки, и это мешает нарушению пассажа. Вот когда есть органический субстрат, то здесь необходимо вмешиваться агрессивно-хирургически. Либо другая сторона — это функциональные нарушения, то есть когда появляются там темпинг-синдромы, синдромы приводящей петли, и вот эти все большую группу, там написано огромное количество монографий, различных исследований по поводу болезни оперированного желудка, они так и называются. Их можно разделить на две группы. Это то, когда возможно лечить консервативных, и когда арсенал консервативных методов полностью исчерпан, нужно принимать решение оперировать, делать реконструктивную операцию. Да, это решается индивидуально. Невозможно сейчас мне рассказать о том, что если у вас так-то так, то тогда диета. Если у вас вот так и вот так, то тогда операция. Эти решения принимаются эксклюзивно для каждого пациента, потому что это очень сложная категория пациента. Повторные операции на резицированном желудке или повторную операцию пациента после гастроктомии, но это колоссальные сложности операции. Паечная болезнь в брюшной полости, безусловно, будет. Ну, в общем, это дополнительные риски, поэтому здесь решение должно быть взвешено индивидуально для каждого пациента. Чаще всего все-таки эти нарушения удается коррегировать с помощью диеты. Когда пациент выписывается, то ему сразу же в момент выписки чаще всего рассказывают о том, что теперь все поменяется. Питание ваше должно быть другим. Начинается все это с дробного питания. Дробное питание 5-7 раз в день пациент принимает пищу медленно. Второе. Нужно изначально ограничить блюдо. Я не знаю, как у вас это было, но рекомендуем так пациентам для того, чтобы не развивался демпинг синдром или уже для лечения демпинг синдрома. Это самая частая проблема оперированного желудка, это ускоренная эвакуация желудка. Мы говорим о том, что нужно ограничивать продукты, вызывающие демпинг. Это сладости, сахар, мед, варенье, горячее, холодные блюда, жидкие, сладкие молочные каши. Вот это все будет провоцировать демпинг синдром. Еще одно важное правило для таких пациентов. Нельзя принимать жидкость совместно с демпингами. Очень простое правило, но очень простое. Пациент не пренебрегает. То есть отдельно второе и через 20-30 минут чай, компот, кефир. Нельзя это вместе. То есть суммарно объем жидкости не должен быть за один прием пищи больше стакана. Ну а исключение таких продуктов, про которые мы уже говорили сегодня, острое, жирное, это жирные сорта мяса, баранина, свинина, лучше обработанная пара, лучше рыба, лучше келятина. Ну, в общем, это то, что можно на этой информации огромное количество в интернете. Действительно, диету подбирают в дальнейшем сам 10%. Кусовые пристрастия у всех меняются. И плюс вот эти механизмы, которые запускаются у пациента для компенсации проблем, которые произошли, они у всех разные. И здесь нужно индивидуально. То есть вот попробовали так, да, получилось. Купает, что мы просто говорим, что нужно полежать после еды там 15-20 минут. И уже этого помогает. И уже вот этого становится достаточно. То есть наше правило в нашей клинике мы не бросаем пациента. У нас много операций в хирургическом отделении, у нас много делений различных, много оперируем. Но если мы, говорим, если мы коснулись уже пациента, то не с нами. Вы можете писать в УСАПе, какая-то, какая-то что-то. Приезжайте к нам на консультации. Мы все всегда индивидуально для пациента подбираем. Самые крутые национальные рекомендации, самые классные алгоритмы, которые попытались учесть все возможные варианты, всегда хуже индивидуального подхода врача к пациенту. То, что мы пытаемся сделать для наших пациентов. А можно к вам по УМС попасть на лечение? Могут ли пациенты и откуда? Из Москвы или со всей России? Из других стран могут ли лечиться у вас пациенты? Как вообще попасть к вам? Наше учреждение университетской клиники МГУ является федеральным учреждением и, соответственно, на него распространяются все те же правила, которые характерны для федеральных учреждений. Мы лечим пациентов всех, абсолютно все категории, про которые вы сказали. Это и москвичи, и немосквичи, и региональные пациенты. У нас, наверное, половина пациентов региональных, которые приезжают к нам из разных городов повесей нашей Родины. Все, что нужно для вас для того, чтобы, для пациента, для того, чтобы получить лечение в рамках УМС, это направление, которое он получает по месту жительства. Консультацию, проблем форма 057У, в направлении должна быть написана университетская клиника МГУ, либо медицинский научно-образовательный центр МГУ имени Ломоносова, и тогда пациенту гарантированы бесплатные консультации. В отношении госгарантии мы выполняем операции по ВМП, высокие технологии, для этого и нужно даже направление. Сами оформляем квоту у себя, отправляем в региональный департамент, получаем эту квоту и оперируем пациента. Не нужны никакие разъезды. Мы сейчас, учитывая вот этим, скажем, ковидную ситуацию нашу, мы очень многих пациентов консультировали заочно, они присылали нам свои документы, мы оценивали их на МДТ, потому что нет возможности пациенту просто приезжать в Новосибирск, например, приехал на консультацию, поехал обследоваться, приехал опять, поэтому мы все это запрашивали, пациент делал все это по месту жительства, потом мы получали квоту на основании его документов, он приезжал и мы делали уже операцию. В отношении иностранных граждан, конечно, мы лечим иностранных граждан, и это чаще всего это их вклады, и лечение здесь уже на платной основе не граждан. Это возможно. Никит, какие еще вопросы были? Так, вот уточнение к первому вопросу по поводу, так, от 2020 началось все, отеки ног до колен и лица, предкатей и метастазов не выявило, провели обследование, выявили низкий альбумин, 21 единица, назначили внутребенной капельницы альбумина 10%, по 100 млл в 5 штук, веропсирон 100 мг, дуевер 10 мг, отеки спали, через месяц все повторилось, вот уже третий раз прокалываем альбумин, сейчас гемоглобин упал до 88, был 103, капает веноферон. А веноферон почему капает? Вот, ну вот смотрите, это опять-таки примерно как лечить по телефону, здесь нужно видеть пациента перед собой, смотреть полную картинку его анализов на основании двух-трех исследований, сложно что-либо сказать, но если исключается рецидив заболевания, к счастью, здесь нужно, значит, понимать, что тот сегмент желудочно-кишечного тракта, где всасывались белки, вот, видимо, там где-то какая-то есть проблема. Если пациент достаточно получает белоклоспищу, а бывает, что пациенты просто перестают есть белоклоспищу, масса не получают, он говорит, куда девался белоклоспища, а вы его просто не получаете. Нужно смотреть рацион питания, чем питается пациент. Нужно измерять его массу тела, существуют таблицы, различные формулы, по которым вычисляется необходимый колораж пищи, то есть она должна быть такая-то по калориям, такая-то по белкам, жирам и углеводам, и дальше нужно смотреть, расписывать для пациента, как он может компенсировать вот этот белок, и смотреть, так ли это происходит, назначать ему адекватное питание, если вот в острых ситуациях, наверное, лучше всего можно добавлять энтеральное питание, то, о чем вы говорили изначально, это разные сбалансированные смеси, и смотреть на динамику, и чаще всего удается добиться компенсации такого состояния. Здесь, видимо, этого не происходит, и пациент скомпенсировали альбумином внутривенным, все хорошо, дальше происходит обрыв цепочки, дальше пациент, видимо, не занимается, и опять декомпенсация, и опять то же самое, отеки, альбумин и так далее. Понятно, вот следующий вопрос. Так, об наборе веса. 35 килограмм. Едой пытаюсь поднять его уже год. Наберу полтора килограмма, а на химии опять теряю. Купил сухой нутридринк, какими дозами его пить? Или есть ли какие-то специализированные хорошее питание? Может, что-то конкретно посоветует, как набрать вес? Спасибо. Все то же самое, о чем я вам сказал изначально. Нужно понимать искудный статус пациента. Он сдает анализы, мы смотрим, измеряем его индекс массы тела, и дальше для конкретного этого пациента, но чаще всего это все-таки диетологи занимаются этим, они разрабатывают программу для пациента, и дальше начинается либо набор веса, либо же происходит это. Дальше нужно разбираться, почему этого нет. Нет ли там возврата заболевания, смотреть, где пищеварительный тракт дает сбои. Бывает, что, допустим, пациент говорит, что вот такие-то продукты я ел, но не происходит набор массы тела. Видимо, эти продукты плохо усваиваются. Кстати, изменение желудочно-кишечного тракта усваивается, эти продукты упало, и нужно поменять просто их на другие. Какой нутридринк? Масса всяких разных препаратов существует. Я не хочу превращать эту беседу в рекламу каких-то препаратов. Это совершенно точно неправильно. Рынок колоссальный, можно подобрать индивидуально для каждого пациента, не видя больного. С этой ситуацией совершенно точно можно разобраться. просто этим заниматься. Хорошо. А у вас клиники есть и диетологи? У нас есть и диетологи, и эндокринологи. Мы можем это сделать. Самое главное правило для нас всегда – это понять проблему. То есть, какая она. Первый, самый плохой вариант, о чем я говорил уже, что это страт заболевания. Либо появление отдаленных метастазов. Если этого нет, то все остальное, чаще всего, функционально с этим удается справиться. Если есть какая-то органика, то мы уже реконструктивную операцию сделаем. То есть, вот такие понятные вещи. Следующий вопросик. В январе 2019 года проведена операция по удалению желудка и нижней трети пищевода. Прошли 8 химиотерапии. Периодически сдаем анализы УЗИ, КТ, ПЭТ, КТ. Все нормально, кроме онкомаркера САС-72-4. В течение двух лет показатель плавает 23, 16, 60, 34. При норме 6. Есть. Онкологи ничего не могут объяснить. Ваше мнение. Проживаю в Вологде. Операцию делали в Москве. На себе почувствовал разницу к уровню медицины в столице и периферии. Возможны приходить на консультацию в центральных клиниках, например, направлять результаты анализов и исследований по электронным каналам связи. После операции нам сказали, что в связи с онкологией нам нельзя принимать витамины. Ваше мнение. Когда-то витамины действительно были спорным вопросом онкологических пациентов. Но сейчас считается для более качественной и быстрой реабилитации, для того, чтобы уменьшить последствия химиотерапии, все-таки витамины можно. А пациенты, которые перенесли дезекционные вмешательства на желудке, они должны витамин В12. Это особенности операции, особенности физиологии. Не будем интенсиваться. Поэтому здесь вообще вопрос, что витамины можно, но какие, как их правильно сбалансировать, это должен решать врач. То есть, кругленно просто принимать всякие разные биодиварки это совершенно точно. Никита, может быть, вы расскажете про свою группу, вообще расскажете про себя. Я знаю, что вы профессиональный повар в прошлом. В бывшем, да. Ну, в группу из сайта я создал еще Лиза в больнице. Подбирать рацион питания я начал до того, как лег на операцию. То есть, когда узнал диагноз, мне стало интересно, что же я буду есть? Как-то без желудка, как питаться? Надо как-то в ситуации эту выкручиваться из этого. Что-то и вкусно есть. То есть, не то, что все вот эти каши. Сначала я думал, что все будет жидкое, протертое, невкусное, без соли, без каких-то специй. Вот, готовился к этому. Но, потом начал готовить блюда. И понял, что можно и на пару готовить интересные вещи. И можно суфле из мяса сделать очень вкусно на пару. И будет ничем не хуже какое-то там изысканного блюда. И потихоньку начал копить рецепты. И понял, что если я это готовлю, то кто-то должен тоже так же питаться вкусно. Надо делиться. То есть, нечего зажимать от других своих навыков. Вот, и подумал, что дай-ка я начну выкладывать сначала просто рецепты как блок вести. Ну, что съел, то выложил. А так как сфотографировать хочется красиво, ну и думал, надо все оформлять красиво. Ну, естественно, что если человек видит красивое оформление блюда, у него сразу вызывает аппетит. Это уже неоспоримо. Это как есть такое понятие, как в кулинарии, с намеком чеснока. Это когда чеснок, дольки чеснока режут маленькие, такие слайсы делают из чеснока и кладут на блюда. А при подаче чеснок убирают. То есть, или когда приходят в банкетный зал люди, чеснок убирается, но запах, например, чеснока присутствует, и он вызывает аппетит. Вот так же и здесь можно какие-то вещи, вот визуально. Когда люди смотрят мои фотографии и на сайте видят красиво оформленное блюдо, хочется повторить и съесть. А вы не думали сделать сборник своих рецептов, которые можно же распространять прямо в клиниках, раздавать пациентам при выписке или при поступлении в больницу? А так у меня все, весь мой проект начался, как раз из ковида он пока прекратился. Была идея какая, что я делаю буклеты совместно с врачами и даем рекомендации. Буклет должен быть цветным, вот как раз. И буклет как прикалывался бы к бумажке вот в выписке, серой вот этой непонятной, некрасивой. Обычно что мы выписку получили и отдали его онкологу или районному врачу. И куда-то далеко положили, пока не понадобился. А вот эту красивую цветную бумажку с рекомендациями, что можно, что нельзя, куда бежать, если что, какие анализы сдавать, периодичность. То есть стандартные рекомендации, но красиво оформленные. Человек положит куда-то поближе и будет помнить просто визуально. Опять же ссылки там на какие-то ресурсы, может быть на клинике, может быть на нормативные документы, не знаю, на мой ресурс с питанием тоже вот ссылки. Причем даже я думал QR-код делать. То есть люди ленивые, набирать лень, а QR-код щелкнул и перешел на сайт. Ну технологии все-таки в конце концов. Вот, ну вот пока вот с ковидом все немножко застопорилось. Также я хотел делать какие-то мастер-классы в клиниках, чтобы прийти в клинику и показать людям, которые лежат после удаления желудка. Ну посмотрите на меня, вот я вот прямоходящий, как я себя называю. То есть я не сгорбленный, я не ползаю на коленках там, не плачу. Вот я езжу на рыбалку, ем все подряд. Ну не все подряд, конечно. Это так я утрирую все подряд. Хотя и хулиганю иногда по питанию. Ну куда ж без этого-то. Хочется вкусненького иногда. Вот. И чтоб люди, посмотрев на меня, сказали, друзья, я тоже так могу. Почему бы и нет? Если он смог, значит и я смогу. И причем вот насколько я общаюсь вот в своей группе, понимаю, что у пациентского сообщества доверие иногда ко мне больше, чем к врачам. Потому что мы соседкам доверяем больше, чем у профессионалов. Потому что я практик, а не теоретик. То есть я сто процентов. Это очень правильный и классный ресурс. То, чем вы занимаетесь сто процентов. Вот спросите меня про диету. И я ничего вам не расскажу. Протертая там, сидящая. Что я вам скажу? Если вы начнете говорить, значит, картошечку. Мы верем. Шинкуем миленько. Но еще честнофю говорим. Вот она конкретика. Вот она. Вот так нужно делать. Естественно, что ни один врач такого не расскажет пациенту. Ну вот тем более мне тут Дед Мороз принес на Новый год заранее подарок. Это диетология Барановского. Замечательная книжка. Теперь буду научно подкована. Давайте Дед Мороз принес, а мы со стороны Снегурочек, я и Ксения Песная предлагаем вам бесплатно, ежемесячно печатать брошюры, которые вы разработаете для пациентов. И можем через свои ресурсы распространять их. Никита вам в обрук упал, да? Никита, вы пропали. У меня что-то камера зависает. Не знаю, просто у меня не на ноутбуке камера, а отдельно камера видео подключена через ноутбук. Да, конечно, Никита, мы дарим вам на Новый год ежемесячный небольшой тираж ваших брошюр с рекомендациями по приготовлению блюд. Мне кажется, это какая-то и наша история женская тоже. Спасибо, да, интересно очень. Да, но я думаю, нам нужно продумать с вопросами. Вопросики еще, да, да, да. Я еще на прошлое не ответил в отношении онкомаркеров. Сейчас я про него отвечу, я про него помню. Но вот знаете, вот то, что сейчас демонстрирует Ольга, это, мне кажется, то, чего у нас очень сильно не хватает вообще. На самом деле, не только в плане коммуникации, но и в плане решения проблемы. Мы сами поднимаем какие-то проблемы, мы озвучиваем их, но до решения, это, знаете, следующий шаг. И это вообще может быть пропасть. Вы говорите, классно будут брошюры. Я с вами полностью согласен. С QR-кодом, они даже QR-код плохо сканируют, но тем не менее 5 из 20, наверное, это сделают. Но дальше я говорю вам, да, супер, давайте делать ваши брошюры, пришлите дизайн. А потом возникает вопрос, кто будет платить за эти брошюры? Кто будет печать? Кто будет их привозить? И вот наша с вами благая идея, которая суперская, классная, если мы про нее разговаривали, утонула. Это вот совершенно точно. Поэтому классно, что у нас такие организации существуют и что такие люди у нас существуют. Спасибо вам большое. Я говорю, вы одна из точек реализации всех наших благих задумок. Я думаю, что это очень правильно. В отношении онкомаркеров это показатель, который не является ключевым в первичной диагностике заболевания в том числе. То есть пациент, как-то чаще всего, человек услышал, что вот есть разные методики диагностики заболевания. А пойду-ка я проверюсь, а как это можно сделать? Так, гастроскопия. Глотает, больно, неприятно. Что попроще есть? Попроще есть онкомаркер. Просто кровь известно знал, спектр, который там большой, и просто посмотрел. Так вот, если человек видит нормальный уровень онкомаркера, это вовсе не значит, что нет онкологии, на этом нельзя успокаивать. Но в то же время, если человек видит повышенный уровень какого-то онкомаркера, это тоже ни о чем не говорит. Это вовсе не означает 100% наличие какого-то онкологического заболевания. Мы никогда в плане диагностики не спрашиваем онкомаркера. В последующем, когда мы делаем мониторинг, мы даем уже этот алгоритм, то есть нужно повторять онкомаркера и смотреть. Но и при повышении их, и при ПЭТ мы делаем КТ, мы видим, что нет возврата заболеваний, нет одаренных метастазов. И нужно бояться их подать в панику, только увидев повышенный показатель. Есть совершенно новое направление, тармантные метастазы, древнющие метастазы. Считается, что они появляются, но не проявляют себя клинически в течение какого-то времени. Мы еще на самом деле колоссально не знаем про онкологию, про биологию опухолевых клеток. Мы в самом начале про это говорили, но это просто колоссальные пробелы в этом плане. Может быть, где-то есть ткань, которая себя еще не проявляет, но появляется уже повышенная метастаза. Но совершенно точно для наших пациентов, которые действительно, как сказала Ольга, находятся в другом психическом состоянии, когда слышат про свое заболевание, и медицинский психолог – это тот человек, который тоже должен участвовать в лечении этих пациентов. Вот не нужно смотреть огульный интернет, верить всему, что там, и впадать в панику от любой запятой, которую вы найдете. Это совершенно точно. Нету рецидива, нету отторенных метастазов, ничего не светится. Вот это нужно просто услышать. Так, следующий вопросик. В мае 2019 года проведена операция по частичной резекции желудка. Низкодифференцированная андракциома второй стадии, без метастазов, 6 курсов химии, капицитабин. Вопрос по поводу КТ или МРТ. Как часто их надо делать, и что именно, с контрастом и без. И если на УЗИ и флюорографии все хорошо. Местные анголики назначили всего один раз КТ, без контраста, в сентябре 2020-го. Со словами, вообще это не нужно. Хотите рак крови от облучения? Рак крови не хочется, но и пропустить тоже не хочу. КТ с контрастом выполняется через 6-12 месяцев после операции, потом через 18 месяцев. КТ с контрастом делается. Если нет возможности КТ с контрастом делать, тогда делается МРТ. Здесь в зависимости от пристрастий, так скажем, онкологов, которые будут смотреть эти КТ или МРТ. То есть купительность и специфичность этих методик, она примерно сопоставима для мониторинга рака желудка. То есть здесь не принципиально, но то, что с контрастом, совершенно точно. 6-12-18-2 года, это минимум. Ну, это одно из исследований, обязательно. То есть рак крови не боятся? Ну, вы знаете, ко всему нужно относиться взвешенным. Мы говорим о пациентам, которые хотят делать колоноскопию, не имея никаких оснований. Мы говорим о том, что на 10 тысяч колоноскопия одна перфорация толстой кишки бывает. Поэтому ко всему нужно относиться взвешенным. Действительно, лучевая нагрузка при проведении КТ, она, конечно же, больше, чем футурография. Не помню точно, это в разы. Но это исследование выполняется по показаниям. Пациент не шел по улице и, что сделаю-ка я себе КТ, нет. Эта программа обязательного мониторинга рака желудка. Так, следующий вопросик. Нас оперировал доктор Агапов. Вопрос. 11 месяцев со дня операции у вас. Лапарскопия. Проксимальная субтальная слепосинхронная резекция желудка по поводу рака первой стадии. 81 год. Сейчас часто затрудненные глотания. Ощущение жжения в пищеводе при приеме пищи. Ночные забросы желчи. ФГДС. Небольшой воспалительный процесс поджелудочный. Гастроэнтеролог Парамонов назначил эглонил альфазокс длительно. Принимаем 2 месяца. Небольшое облегчение. Почему такое длительное ощущение дискомфорта? Из-за проблем с приемом пищи потеряли 26 кг. То, что происходит сейчас, это обусловлено тем, что барьерная функция страдает. И у нас есть в норме, у человека есть клапаны между пищеводом и желудком, между желудком и двенадцатиперстной кишкой. И эти клапаны препятствуют забросу содержимого, соответственно, из кишки в желудок и в желудок. В результате этого оперативного вмешательства клапанный механизм разрушается. И возникают те или иные побочные эффекты. То есть чаще всего это рефлекс, либо рефлекс желчи, либо рефлекс лук. Как бороться рефлексом? Это диета, это правильный прием пищи, это не ложится после приема пищи. То есть алгоритм этот известен. Я думаю, что доктор Парамонов – это один из классных гастроэнтерологов Москвы. Он уже все этому пациенту назначил. Это досадная неизбежность, я бы так сказал, проведенной операцией. Если мы говорим о проксимальной резекции, вы сказали, то, к счастью для пациента, удалось сохранить часть желудка. И те функциональные изменения, которые имеют они сейчас, они гораздо меньше того, что могло бы быть. Ингибиторы протонной помпы мы, бывает, пациентам рекомендуем, если рефлекс есть пищеводный, то мы рекомендуем их на всю жизнь. И здесь ничего страшного нет, совершенно точно. В отношении интуитивного статуса, походил на 26 килограммов, если нет местного рецидива, нет удаленных метастазов, нужно заниматься, нужно подбирать конкретную диету и набирать массу тела. Ну и в конце концов, я думаю совершенно точно, что у пациентов есть мой контакт, они могут написать, позвонить и мы с ними поговорим более подробно. Хорошо. Следующий вопрос. Год назад была проведена гастроэктономия андракциома желудка Т2Н1М0, после чего прошел 7 курсов химиотерапии. На сегодняшний день меня беспокоит лимфоузел в воротах печени размером около 2 сантиметров, который не увеличивается, но не уменьшается. На КТ печени усиление контраста, но врачи такого ответа дать не могут. Другие обследования не предлагают почему-то, хотя бы ПЭТ-КТ. Онколог районный говорит, поднаблюдаем. Это нормальная тактика или есть другие варианты? Как определить, это злокачественный вариант или нет? Анализы крови хорошие, кроме щелочной фотофтазы. Уровень ШФ не падает. На сегодняшний день составляет около 400. В анализе у меня ЖКБ. Как бы считаете, есть повод волноваться, ведь все процедуры прохожу и КТ, и УЗИ, и ФГДС. Но точно однозначного ответа не получил до сих пор по поводу лимфоузла. Спасибо. В отношении лимфоузлов мы говорили с вами, что это один из сложных моментов диагностики. И однозначно действительно сложно утверждать без гистологического исследования, насколько этот узел является патологическим. Если мы говорим о данном конкретном случае, то есть его размеры 2 см, прошло после операции уже длительный промежуток времени, то есть нельзя сказать уже, что это просто реактивные какие-то повалительные изменения. Плюс я так понял, что узел копит контрастное вещество, и это является факторами риска. И в данном случае я бы начал с того, чтобы я посмотрел бы эти снимочки сам КТ. Можно посмотреть, где этот узел лежит гепатодунальная связка, почему он не вошел в стандартный протокол лимфодисект. В общем, с этим пациентом нужно разбираться. И в конце концов этот узел будет залить просто и все. Прям совсем изглубленный. Если мы действительно видим хорошее накопление контраста, неправильную форму, его можно логовить. И здесь вы видите, вы сейчас сказали, что у пациента есть желчокаменная болезнь. Это частая ситуация после операции на желудке. Потому что операция на желудке, она чаще всего сопровождается еще пересечением нервов. Не будем вдаваться в подробностей каких. Но желчный пузырь становится большим, а тоничным в нем образуется камп. И бывает, что мы оперируем пациента по поводу желчокаменной болезни. Он начинает носить приступы. То есть появляются приступы с обострениями. Мы рекомендуем просто им полицесты. И если это есть у пациента, просто пойти на плановую лапаростопическую холецистоктомию. Заодно посмотреть гепатоглубинальную связку. Видеть этот узел. И произвести нефодесенцию. Убрать его. Следующий вопрос. Это группа такая. Я их, наверное, совмещу. Ну, всем знаю, что B12 не усваивается у нас. Как и железно. Поэтому получаете его обязательно курсами. Да. Первое. Это схема. Всем врачи назначают разное. Кому-то раз в полгода. Кому-то, как вот мне, например, раз в месяц. Один миллиграмм я колю. Вот. Мне не трудно. Сам себе и на рыбалке колю. То есть это все хорошо. У меня проходит. Бывает раз в полгода. Бывает раз в три месяца. Здесь нужно посмотреть, как формируется депо. Рассчитывать. И не скажу стопроцентную схему для всех. Точно вам могу сказать. Несколько дней. Или нет. Хорошо. Вот еще такой вопрос. Так. По поводу, как надо часто мониторить кровь на витамин B12 и железо. Ну, раз в три месяца, как правило, мы рекомендуем пациента. Как правило, в последующем, если мы изначально понимаем пороговый уровень и как-то все происходит у пациента, в течение двух месяцев все это как-то более-менее устаканивается. Все компенсационные механизмы начинают работать. В следующем, ну, примерно все эти цифры будут одинаковые. И план коррекции он будет уже в три месяца разработан. Дальше нужно будет просто и мыслить. Каждой вынесли. Вот еще вопрос от меня. Тоже в группе просто много раз возникал вопрос. Часто бывает так, что человек принимает железо и идет сдавать в этот же курс приема железо. И у него, естественно, повышенное железо. Он бросает принимать железо. Вот. Через сколько после окончания курса приема железо надо идти сдавать на содержание железо в крови? Во-первых, нужно сдавать, в первую очередь, до приема препаратов железо. Исходный уровень нужно знать. Там не только железосвязывающая способность. Там много параметров, которые нужно посмотреть. Только свободное железо. В целом, нужно оценить эту, так скажем, ситуацию. В последующем для пациента подбирается доза препарата, которая должна насытить все его ДПО нормально, достаточно для синтезирования адекватного количества гемоглобина. И пациент получает этот курс. Смотрите, интерально, внутривенно, как подберут уже доктора. И через 2-3 недели можно будет оценить повторные анализы. Так, следующий вопросик. Два года после удаления желудка. Рак 2 стадия. Ремиссия. Какое отношение специалистов к прививке от ковида? Анализ в пределах нормы. Ну и вопрос по набору веса. Рост 198, вес 90. Питаюсь нормально, без ограничений. Принимаю креон 25000. Возраст 72. Возвращение ковида и онкологических пациентов. Я вам скажу, те данные, которые в настоящее период времени доступны, неизвестно. Если говорить о операции, то пациенты, имеющие ковид, имеют высокий риск, в разы больше риск получить послеоперационное осложнение по сравнению с пациентами, которые не имеют ковида, имеют операцию. В последующем, если пациент получил уже лечение и он наблюдается и нет онкологической остороженности у него, то иммунная система по-видимому не отличается от иммунной системы у обычных людей. Все правила, которые распространяются в том числе и на этого пациента, не существует сейчас данных, как влияет прививка даже на обычных людей. У нас еще очень мало данных. Вы сами видите про это, ничего практически не говорится. А вы хотите, чтобы я вам рассказал, как у пациентов, перенесших рак желудка, поведет себя прививка. Это Ванга, фамилия должна быть. У меня агапа. Не знаю. Так, и вот завершающий вопрос. Добрый день. Стоит диагноз низкодефермиционная антракциома желудка из плохо сцепленных клеток. Т3Н0М1. Метастазы в большом сальнике. Семь химий флот. Была проведена операция в апреле 20-го. Удалено две трети желудка, часть лимфоузлов и большой сальник. Перевируем в ней и петрово. М1 ставит четвертую неизлучимую стадию. После операции прошло 8 месяцев. КТ и ФГДС чисты. Если метастазы были в большом сальнике, они продолжают путешествовать по организму или есть шанс, что все удалили при операции? Может ли при таком диагнозе наступить полная ремиссия без рецидию? Есть ли способы их избежать? Всегда ли КТ и ФГДС показательны? Концентра... Вот, прочитать я всегда не могу это слово. Карцинатоматоз. Приговор... Канцероматоз? Да. Канцероматоз. Канцероматоз это на... Ну, худший прогноз, чем если его нет. Это вот то, что я могу вам сказать. Приговоры. И есть и случай полного выздоровления при четвертой стадии заболевания. Это точно прижим. Есть вероятность низкая, но она существует. Объем диссерции выполнен на адекватном учреждении. Нам известное, классное. То есть, ну, так скажем, один из лучших вариантов лечения в нашей стране пациент уже получил. Дальше уже все в руках, Господи. Тут все сделано правильно, оптимально. Дальше надо наблюдать. Вероятность того, что не повторится заболевание, она существует. Конечно. Правильный мониторинг. Вот нужно делать то сейчас, что зависит от этого пациента. Значит, правильно наблюдаться. Делать то, что ему рассказали уже врачи. Спасибо. Да, у меня теперь вопросы. У нас сейчас в Zoom есть два, наверное, пациента. Мухаммед, это точно я знаю пациента, он оставлял свой вопрос. Мухаммед, вы зададите свой вопрос сами или мне его зачитать? Мухаммед, включите, пожалуйста, ваш микрофон. И Мирослав. Мирослав, вы будете задавать свой вопрос? Мирослав. Ну, хорошо. Наверное, нас не слышат наши респонденты. Делал Мухаммед, который как раз сейчас с нами в Zoom на связи. У него аденокарцинома G3 с перстневидными клетками. Вопрос. Сколько живут после гастроктомии без химиотерапии? Чувствовать себя пока нормально, спит много. Наверное, ни один врач, который профессионально занимается онкологией, не отвечает на такие вопросы. Сколько живут? Вот бесконечно долго и счастливых. Ни в коем случае нельзя никаких рубежей ставить для пациента. Рассказывать им о вероятности, что вот вероятность такая-то, вероятность такая-то, это совершенно точно не добавит ни здоровья, ни веры в жизнь. Нужно просто рассказывать о том, как нужно правильно себя вести, что нужно делать, чтобы эту вероятность увеличить. Если по протоколу рекомендована химиотерапия после операции, то химиотерапию надо делать. И раки желудка, дивантная химиотерапия является эффективным методом лечения. Поэтому это просто нужно проходить. А все разговоры в отношении, сколько можно жить, ну, мне кажется, я уже на этаже есть. Не ставьте. Делайте все правильно и все наилучшим образом. Еще один вопрос. Есть ли современные методы лечения, кроме агрессивной химиотерапии, карцинома желудка 49 лет в Соликамске? Про методы лечения, какие сейчас существуют, наверное, уже поговорили. И они все современные. Я вам скажу, что вот, наверное, какой-то прорывной метод, про который я прочитал вчера, сказал бы вам, что иммунотерапия рака желудка, все, мы закрыли вопрос, хорошо лечится. Нет, этого нет. Огромное количество исследований сейчас проводится в отношении рака желудка. Надо просто начинать с того, что рак желудка – это одно из самых агрессивных полей желудочно-кишечного от рака, который плохо поддается химиопрепаратам, которые сейчас существуют в нашем арсенале. Но совершенно точно не наука и стоит на месте, и постоянно разрабатывается новый препарат. Но вот такого прорывного, который бы я вам сказал, что вот стопроцентное излечение, стопроцентная пятилетняя безрецидивная выживаемость – этого нет. В настоящий период времени идеально это сочетание, комбинация методик и химиотерапии, и хирургических методов лечения. Плюс раннее выявление. Раньше, тем больше вероятность полного излечения. Вот я вижу, Дил Мухаммед к нам подключился. Дил Мухаммед, можете включить микрофон? Здравствуйте. 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 Мы с этим сталкиваемся достаточно часто. Смотрите, я очень надеюсь на то, что нас посмотрит большое количество пациентов и пациентов, а просто людей, и станут по-другому относиться к этому. То, что существует сейчас, то, что мы видим сейчас – это последствия феномена доступности информации. Приходит пациентка и говорит, там, рак прямой кишки, огромный опухоль прямой кишки. Мы рассказываем ей о лимфодисекции, тотальной мезоректомоктомии, о том, как нужно алпароскопически оперировать. Вот она что говорит? Она говорит, доктор, только зажим во мне не оставьте, пожалуйста. Вероятность оставить какой-то инородный предмет в теле человека после операции, она, там, миллионной долей процента, она ничтожна. Столько всего там, скажем, существует у нас, чтобы этого не допустить. Вот просто невозможно сейчас это сделать. Вероятность того, что этот анастомоз развалится, будет несостоятельность анастомоза при таком раке, при низком и так далее, при всех условиях, которые есть у нее, она 50% положена. Но пациентка про это не знает, она про это не слышала, она про это не читала. Пациенты говорят только про то, что они когда-то встречали и слышали. Вот этот тренд на то, что химиотерапия – это, там, страшная, агрессивная катастрофа, и волосы выпадут – все. Вот мы с этим сталкиваемся постоянно. Те протоколы, которые сейчас существуют, и те препараты, которые сейчас существуют, это достаточно, ну, чаще всего переносятся они хорошо пациентами. И плюс к тому, существуют различные способы, мы не будем в этом погружаться, этим занимаются химиотерапевты, но существует много способов, как сделать так, чтобы это лечение переносилось пациентам максимально комфортно. Если вдруг случается, что вот пациент вот крайне тяжело идет на химиотерапию, крайне плохо реагирует на нее, то существуют другие схемы, первая, вторая линия, комбинации препаратов. То есть всегда можно подобрать ту схему, которая у пациента будет, ну, вот максимально комфортно и эффективно для него проходить. Поэтому отказаться от показанного лечения – это обречь себя на плохой исход. Вероятность того, что если не сделать все правильно, получить хороший результат, она очень низкая. И мы не умеем делать чудеса, и ни один специалист в медицине, ни он не чудотворец, да, вы понимаете. Все, что мы учимся, все, что мы учимся – это управлять рисками. И мы хотим это дать вам в полном объеме, мы все заинтересованы в излечении нашего пациента. И вот когда мы встречаем такой отказ, знаете, от лечения, для нас это как личная трагедия. Когда ты можешь, ты хочешь, и мы всегда говорим так, вот смотрите, есть болячка ваша, да, вот мы против нее. Мы все делаем и сделаем для того, чтобы ее уничтожить. Какую вы позицию займете, мы не знаем. Если вы к нам присоединитесь и тоже будете против нее, то мы добьемся самого лучшего результата. Вот с этого мы начинаем, поэтому вот однозначно надо делать, и нет других вариантов. Извините, я ухожу отца, вот 71-го года. Наш Сактау парень тоже пришел на первую химию, у него все, настроение все четкое, 71-го года. Вот он первый день прошел, когда я был отца ухажером, вот, у него все, демпинг-синдром, все начинал, все, черт, трут, и сразу обратно, да, все. А потом его там в другую, а отдельную оплату, отдельно там кое-как-то там лечить, ну, выпить, он остался там, ему было очень плохо. Вот из-за этого немножко тоже есть страх и есть тоже из-за этого. Он молодой, с 71-го года, у меня отец с 53-го года. Вот то, о чем я вам рассказал, феномен доступности информации, вы не видели тысяч прооперированных пациентов, тысяч успехов от этого лечения, вы видели только один, и вот он для вас теперь образец. А это вовсе не так, это просто один случай из миллионов, вот так это пошло. Но это не значит, что пойдет точно так же, не нужно на это ориентироваться, совершенно точно неправильно. Ну, спасибо, я понял вас. Спасибо большое, быстренько пробежимся по остальным вопросам. Есть вопрос из Америки, я так понимаю, что женщина 60 лет, наша соотечественность живет в США, рак желудка третьей стадии, два года после операции, мучает ожога, переедание, начались боли в области печени. Ну, кажется, мы про это говорили, да, сегодня? Про болезни периодом желудка мы сегодня уделили, наверное, колоссальное количество времени, большую часть времени про это говорили. Угу. Я думаю, что, наверное, пациентка уже ответила себе на этот вопрос, и, наверное, она его уже пьет. Сейчас все, что ей нужно, это получить разрешение для того, чтобы с большим удовольствием это делать. Если вам кофе приносит в такую степень удовольствия, и получаете от этого удовольствие, нет ни одного исследования, которое бы сказала, там, употребление кофе при оперированном желудке приводит к тому, как кофе – это тот продукт, про который написано колоссальное количество исследований, и каждый год, наверное, еще больше их появляется, то это про калактику цирроза, то это приводит цирроза, постоянно все переписывается, но те эндорфины, которые вы получите от употребления вашего любимого напитка, точно для вас будут полезнее, чем все исследования, про которые я вам сказал. Отлично. Следующий вопрос. Рак желудка женщины 59 лет, тотальное удаление из Красноярска, постоянные незаживающие эрозии пищевода, тяжелый демпинг-синдром, сильная изжога и многое другое. Что нужно ей делать? Обращаться, наверное, к лечащему врачу к своему? С этого можно начать любое, что обращаться, да. Здесь нужно смотреть ангибиторы протонного пункта, сколько она получает, может быть, нужно повышать дозировку и принимать их постоянно, плюс моделировать диету, правильный прием пищи, образ жизни, что тоже важно. Хватит такие случаи, когда мы все вроде сделали, все отторегировали, и пациент говорит, а у меня все равно уже, мы начинаем копаться, и оказывается, что пациент занимается тяжелой атлетикой и постоянно качает пресс. И мы говорим о том, что повышение давления тоже может провоцировать этот трех. И нужно просто от этого отказаться. И вот один раз такое было, и все остальное поменялось. А все остальное, то, что мы делаем, не действует, потому что провоцирующий фактор сохранился. – Следующий вопрос. Женщина-рак желудка из Киева. А чего могут быть спазмы в животе, которые возникают после еды, особенно днем, тревожность? После удаления желудка прошло полтора года. А в мае 2020 года делали лапароскопическую операцию, удаляли грыжу большого сальника. И сейчас спазмы в животе мучают пациентку. От чего это может быть? Она спрашивает, может быть, на нервной почве? – Может быть, и на нервной почве. Нам нужно, в первую очередь, исключить органику и понять, что нарушения пассажа нет. То есть, если пассаж хороший, пациент под пищевой комок, который поступил, он начинает дальше, правильно-правильно подвигаться по тонкой кишке, по тонкой кишке и выходит. Если, вот мы видим, что нарушений пассажа нет, все, мы списываем тогда это на функциональные расстройства, начинаем привезти с пазмолитиков, может быть, какие-то антидепрессанты, ну, там подбирается все это. Но изначально нужно исключить органический процесс. Может быть, там какая-то спаечная болезнь в мышечной полости, может, действительно какая-то спаечная, способствует нарушению хроническому продвижению пищи. Ну, пищевой комок, грубо говоря, застревает, возникает разболевой синдром, из-за того, что кишка испытывает большее давление для того, чтобы пропустить этот пищевой комок химии. Если это исключить, то сказать, что все остальное нормально. Дальше уже стартное лечение. АТ, ген исследования с водорастворимым контрастом ответит на этот вопрос. Отлично, спасибо большое. И еще один вопрос. Рак желудка 60 лет. Мужу удалили желудок и селезенку 22 ноября 2018 года. Это, получается, два года назад. Сильно похудел, а сейчас отказали ноги, перестали слушаться пальцы рук. Аппетит хороший, а силы не возвращаются. Что делать? Операция была сделана в Чебоксарах. Пока были силы, есть ли на осмотр. Но уже год как не выездная. Без дополнительных методов обследования мы совершенно точно не ответим на этот вопрос. Здесь нужно исключать рецидив. Может быть, отдаленный метастаз. Надо понять, почему это происходит. Это совершенно точно непосредственно и неправильное питание. Как минимум, КТ делать гастроскопию. Органы будут. В одной полости будут. То есть найти силы и съездить к врачу. Дальше будет просто хуже и хуже и хуже. Процесс нужно как-то остановить, чтобы остановиться на нем разобраться. Так, и последний на сегодня, наверное, вопрос. Все остальные вопросы, которые будут к нам приходить, с вашего позволения, мы будем пересылать на электронную почту и отправлять в электронном виде ответы пациентам. Потому что уже полтора часа мы в эфире. И я думаю, что, наверное, уже надо подходить к концу. И последний вопрос. Рак желудка 3C, 5, 4, A, P, N, 3, B, C, M, O, G, 3. Наверное, я не соврала. Подскажите, пожалуйста, как и в чем восстановить организм после курсов химиотерапии, начиная с первого курса. Иммунитет, какие витамины, как бороться с побочными эффектами при химиотерапии, как набрать и поддерживать вес после курсов химиотерапии. Огромное вам спасибо за ответ. Я так понимаю, что человек готовится к химиотерапии, очень переживает по поводу ее прохождения. Ну вот совершенно точно не надо переживать. У химиотерапевтов есть целый арсенал способов, как сделать так, чтобы химиотерапия прошла хорошо. Как минимум инфузионная нагрузка не капает после проведения химиотерапии. В общем, нужно просто довериться специалистам, которым пациент идет. И там будут использоваться препараты, которые сделают это максимально мягко и комфортно. В отношении набора массы тела, я так понимаю, как наглядное будущее, еще потеря массы еще не произошла. Мы уже говорим про налоговую. Это неправильно. Может быть, все это обойдется без потери массы. Вообще, в целом, вы должны понимать, что изначально небольшая потеря массы тела после гастрактами и резекции – это компенсаторная реакция организма на этот стресс. Это нормально. Не нужно сразу же впадать в панику. Чуть, условно говоря, изменилась масса тела в форме гастрактами. Это вовсе не так. Комфортная реакция с этого все начинается. По-другому начинает метаболизм. После операции нужно восстанавливаться на выраженнейший катаболизм. Столько белков нужно, столько энергии нужно брать организму, чтобы восстановиться, что, к сожалению, это бывает. Это нормально. С нами сегодня в эфире был Михаил Андреевич Агапов, который отвечал на вопрос от пациентов. Хирург-онковод, коллапрактолог, зав. отделением хирургии ММО-образовательного центра Московского государственного университета им. Ломоносова, профессор кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины. С нами был Палубин Никит Олегович, создатель портала «Онкотиед» и сам «Онкопациент». Я хочу выразить огромную благодарность мультисциплинарному врачебному сотрудничеству в лице председателя Володина Дениса Игоревича, который помогает нам подобрать экспертов для встреч с пациентами. Я понимаю, что, Денис Игоревич, что-то хотите сказать? Да, здрасте. Михаил Андреевич, обнимаю за плечи широкие хирургические. Благодарю за то, что согласились поучаствовать. Это была, пожалуй, наверное, самая живая. Беседа эта развивается, и пациентов просмотров все больше, и, значит, больше от нас пользы делается. Ведь сейчас врач в России больше, чем врач, как и поэт. Поэтому занимаемся вот этой историей. И я хочу заметить, что все эти люди, которые относятся к пациентскому сообществу, делают очень много. Они сидят дома, а мы с вами на работе. Денис Игоревич, да, вот, кстати, краше всего о нашей с вами профессии говорит о формах, которые мы с вами одеты. Да? Это значит, что кто-то там за кабинетом, кто-то еще ждет, и нужно сейчас будет бежать и решать вот эти проблемы, которые наскрепили за полтора часа. Да, да. Спасибо, Михаил Андреевич. Никита Олегович, вам спасибо. Мы с вами тоже лично знакомы. Вы хорошее большое дело сделаете. Ольга Владимировна, вы молодец. Спасибо. Это все терпите и собирайте в кучу. Спасибо всем. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания наступающим Новым Годом. Да, наступающим. С наступающим. Здорово. 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 Продолжение следует...